В эфире Омск ТВ новости. Смотрите сегодня. Лекарства, транспорт и новые застройщики. О чем говорили о МИЧИ в диалоге с губернатором. Дополнительные пути следования. Какие изменения предполагает новая маршрутная сеть? Быстрее, выше, сильнее. В Омске открылся первый в Сибири музей паралимпийской славы. Тушите накал страстей. Как омские огнеборцы в футбол играли? В Омск придет крупный застройщик из Казахстана. В эфире диалога с губернатором на 12-м канале Александр Бурков рассказал о готовности новых инвесторов вложиться в регион. Переговоры пройдут со строительными компаниями из Тюмени и Казахстана. Они хотели бы возводить здесь жилые дома. Глава области назвал одной из задач власти оборудование новых микрорайонов с социальной инфраструктурой. Школами, детскими садами, дорогами. Также Бурков пообещал, что для МЧС сохранится льготная ипотека на приемлемых условиях. Мы сможем сделать свою льготную ипотеку от 8,3% до 9%, максимум 10%. Буквально сегодня утром договорились с дом.рф. На областном уровне выделены дополнительные средства. Мы понимаем, что строительная отрасль важна, ее нужно поддерживать. Будем делать все, чтобы строительная отрасль развивалась. Ни один из застройщиков не отказывается от своих обязательств. Это эталон, брусника, догма, стройбетон. Планы по вводу жилья остаются. Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский объяснил, почему в местных аптеках стали пропадать лекарства. Горожане пожаловались на невозможность купить жизненно важные препараты при заболевании щитовидной железы. Хотя Росздравнадзор регулярно отчитывается о наличии всех медикаментов. Глава Минздрава пояснил, дефицит временный. Начался из-за выросшего спроса. Министр обратился к имечам с просьбой не закупать препараты впрок. Дефицитных прогнозов нет. По поводу препаратов для лечения заболеваний щитовидной железы. В настоящее время на них в разы вырос спрос. В первую половину марта по сравнению со второй половиной февраля спрос вырос в 10 раз. Во второй половине марта еще в 5. Именно по этой группе препаратов их оборот составлял полтора миллиона упаковок, а на 1 апреля уже 12 миллионов. Мы просто не готовы к таким объемам продаж. Губернатор заявил о предбанкротном состоянии Омского облафтотранса. Александр Бурков ответил на жалобы по поводу отсутствия транспорта в районах области. Принадлежащая региональным властям ООО «Омского облафтотранс», которое должно выполнять привозки, сейчас испытывает серьезные финансовые трудности. Тем не менее, предприятие планирует сохранить. Возить людей – обязанность государства, и мы будем ее исполнять, заявил глава региона. Сейчас в организации работает 186 маршрутов. На балансе – 239 автобусов. 2020 год для компании закончился с убытком в 32 миллиона рублей. Высадят больше, чем вырубят. Глава региона Александр Бурков и мы Ромска Сергей Шелест обсудили планы по восстановлению звания города-сада. По словам городоначальника, в этом году городская флора пополнится 20 тысячами зеленых насаждений. Кроме того, в скверах появится 21 тысяча пустарников, в лесах – более 70 тысяч саженцев сосны. Отметим, в последнее время тема озеленения – одна из самых обсуждаемых. К примеру, накануне в СМИ появилась информация, что на территории особой экономической зоны авангард ради строительства нового завода необходимо срубить почти 14 тысяч деревьев. Как отметил директор управляющей компании Виктор Соболев, это декорастущая поросль судьбу этих деревьев, вероятно, решат на заседании зеленой комиссии, которая состоится на следующей неделе. Обычно при возведении новых объектов предполагаются так называемые компенсационные высадки. Например, в рамках строительства новой развязки у Ленинградского моста, где также необходимо срубить старые насаждения, специалисты высадят новые порядка двухсот деревьев, тысячи кустарников и более четырех тысяч цветов. На территории четырех общеобразовательных учреждений Кировского округа выявили опасные аварийные деревья. Нарушение обнаружила прокуратура. Обычно вопрос сноса крупномеров выносится на городскую зеленую комиссию. Однако в ведомстве отмечают, руководство учреждений не торопилось этого делать. Прокуроры подали иски в суд. Все требования удовлетворены. Теперь руководители школ 34, 144, а также 137 и 149 лицеев по решению суда обязаны срубить около 30 деревьев ради безопасности обучающихся. Процесс работ обещают проконтролировать в прокуратуре. Владимир Путин поручил нарастить собственное производство продуктов, оборудования и сельхозтехники на фоне экономических ограничений. Об этом сообщают известия. Необходимо увеличить в России выпуск и поставку на внутренний рынок качественных, доступных по цене продуктов питания, включая и рыбную продукцию, цитируют слова президента издания. На поддержку семеноводческих и селекционных центров направят не менее 5 миллиардов рублей. Что касается Омской области, способы повысить ее самообеспеченность накануне обсуждалось на расширенном совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса, в котором принял участие губернатор Александр Бурков. Статистика обнадеживает по производству сельхозпродукции. Омская область входит в тройку лидеров среди регионов Сибири. В общем объеме продукции сельского хозяйства в 2021 году доля растеневодства выросла на 28%. Во многом благодаря пшенице, другим злаковым культурам и семенам льна увеличился объем экспорта, продовольствия и сельскохозяйственного сырья. Заметно выросло производство картофеля, овощей. Однако, по мнению главы региона, потребность в дальнейшем наращивании объемов сохраняется. Необходимо расширять производственную линейку оборудования и техники, увеличивать объемы выпуска и продаж. Задача на перспективу переориентация на отечественную сельхозтехнику. Найден возможный виновник дефицита сахара в Омске. Местное управление Федеральной антимонопольной службы начало проверки крупнейших поставщиков продукта и региональных торговых сетей после массовых жалоб горожан на нехватку товара и повышение цен. По версии УФАС, искусственный дефицит создавала ООО «Триумф Плаза», намеренно изъявшая сахар из продажи для поддержания ажиотажа. Предприятие не занимает доминирующее положение на рынке, однако антимонопольщики все же передали материалы в прокуратуру. Надзорный орган выдал директору компании представление. Напомним, ранее УФАС возбудила дело на крупнейшего производителя сахара. Про Димэкс подозревают в незаконной координации работы торговых сетей, которая привела к резкому росту цен. Антимонопольщики обнаружили очередные нарушения законодательства при закупке медицинского оборудования, допущенные во времена работы экс-министра здравоохранения Ирины Солдатовой. По официальной версии, в 2020 году были заключены госконтракты на поставку специальной техники. Следователи установили, что должностные лица целенаправленно выбирали конкретного поставщика, поэтому соглашения были антиконкурентными. К тому же заказчик не обосновал начальную максимальную цену контрактов, заключенных за счет областного бюджета. Закон о защите конкуренции оказался нарушен. Общая сумма контрактов превысила полмиллиарда рублей. В ближайшее время сотрудники УФАС рассмотрят все материалы и примут решение о возбуждении административных дел. Должностным лицам грозит штраф до 50 тысяч рублей, а максимальное наказание для юридических – не менее 100 тысяч. Напомним, подобные нарушения закона в работе экс-министра Солдатовой антимонопольщики выявляли и ранее. Тогда речь шла о госконтрактах на поставку оборудования на 36 миллионов рублей. Тем временем, бывшая чиновница по-прежнему находится в международном розыске. В Омске запустят дополнительные маршруты по улицам Ленина и Жукова. Зам. директора Дептранспорта Игорь Кожухов рассказал Омскинформу о планах по запуску рейсов по параллельным улицам для разгрузки проспекта Маркса. Эти изменения предполагает новая маршрутная сеть. В центре города необходимо распределить транспортные потоки, в частности, с помощью улицы Ленина. Сейчас по ней ходит только 73-й автобус, но можно запустить дополнительные маршруты. Проезд части автобусов в Амурский поселок, возможно, организуют через Горбатый мост. Также власти рассчитывают усилить доступность микрорайона Прибрежный с помощью частных перевозчиков. Там особенно востребован 78-й маршрут. Есть у Амичей претензии к работе транспорта в районе Красной Звезды. Сегодня там работают маршруты номер 6, номер 99 и номер 568. И последние два работают некачественно. Возможно, их заменят или дополнят маршрут с регулируемым тарифом. Аналогичные планы есть в отношении маршрутов, которые проложены до поселка Армейского, Учхоза и Танкового училища. В Омском СКК Блинова разместят три спортивные команды. В обл. правительстве хотят создать центр игровых видов спорта на базе комплекса. Напомним, деятельность объекта приостановили по требованию прокуратуры из-за его аварийного состояния. Замминистра спорта Омской области Иван Колесник сообщил, в ближайшее время решится вопрос, оставлять ли лед в СКК. Комплекс может стать домашней площадкой для баскетбольного клуба «Нефтяник». Команда пока не претендует на выход в Премьер-лигу, поскольку сейчас в нашем городе нет подходящего дворца. После реконструкции объекта в нем также смогут базироваться женская волейбольная команда «Омигант», «Болисты» и «Скифа». Ремонт стартует уже этим летом. Сейчас подрядчик готовит проектно-сметную документацию. На это выделено 8,5 миллионов рублей. Затем к реставрации СКК планируется привлечь федеральные деньги. В Омске открыли новый детский сад на улице Светловской. Цена проекта 202 миллиона рублей. Здание, построенное в рамках нацпроекта «Демография» площадью 2872 квадратных метра, рассчитано на 6 групп, в том числе и для детей до 3 лет. Как отмечают в городадминистрации, объект застройщик сдал в установленный срок. Дошкольное учреждение должно сократить очереди в детсады из местных жителей, а также обеспечить постоянной работой 45 человек. Отметим, сегодня в городе строятся еще два детских сада. В микрорайоне Прибрежный и в поселке Большие Поля. В Омске открылся первый в Сибири музей паралимпийской славы. Он расположился на базе колледжа профессиональных технологий, давнего партнера Центра паралимпийской подготовки. Идея создать музей появилась у директора учреждения Сергея Угрюмова. После триумфального выступления омских атлетов на паралимпийских играх в Токио. Напомнимо, мячи принесли в копилку национальной сборной 5 медалей. Зал славы сильных людей. Сильных людей, которые сильны духом, сильны любовью к жизни, своей родине. И именно те ребята, которые на этих стенах сегодня изображены, они как раз прославляют нашу Омскую область, прославляют Российскую Федерацию. На торжественное открытие колледжа прибыли губернатор Александр Бурков и двукратный чемпион 16-х паралимпийских летних игр, трехкратный чемпион мира и Европы, 23-х кратный чемпион России по фехтованию Александр Кузюков. Он сам предоставил музею множество экспонатов. Ведь именно со скамьи колледжа профессиональных технологий начал свою спортивную карьеру. Здесь очень много учатся ребят с инвалидностью, которые здесь точно так же начинают свой, может сказать, жизненный путь. Я знаю, что все эти ребята, благодаря тому, что здесь такой музей будет открыт, смогут видеть, помнить и знать нашу спортивную историю, знать, что у нас есть корни, традиции. Ведь это не просто, скажем, минутное событие, а это то событие, то мероприятие, которое пойдет вперед в будущие поколения. В мэрии Омска рассказали, когда начнется обработка городских общественных территорий от клещей. Уже после первого весеннего потепления насекомые проснулись. Первыми их заметили владельцы домашних животных. В соцсетях появился пост, автор которого сняла после утренней прогулки со своих питомцев сразу четыре клеща. В мэрии сообщают, обработка скверов и кладбищ от клещей начнется в апреле. Контракты на проведение работ уже заключены. Обработка начнется сразу после окончательного схода снега в скверах, в парках и на пешеходных бульварах, поскольку эффективность аккорицидной обработки напрямую зависит от погодных условий, отмечают в городадминистрации. Первый этап работ подрядчик должен завершить до 25 мая. Осенью работы будут проведены повторно. Стоит отметить, что по официальным данным в этом году клещи людей еще не кусали. А вот к кампу прошлого апреля кровопийцы атаковали более 30 мячей. Всего за 2021 год от укусов клещей в Омске пострадали почти 5000 человек. В нашей съемочной группе предстоит вести репортаж, наверное, самого необычного футбольного матча. Хотя, строго говоря, сейчас на поле выйдут не футболисты, а спасатели. И играть они будут не в футбол, а в фаербол. В чем разница? Сейчас объясним наглядно. Соревноваться атлетам предстоит в полном боевом облачении. И весит все это никак не меньше двух десятков килограммов. С такой нагрузкой не то что уголы забивать, даже просто по мячу попадать достаточно трудно. Если, конечно, вы не сотрудник МЧС. Перед началом игры проверка оборудования и тщательный осмотр. Но это скорее обязательные элементы с трудовой практики спасателей, а не футбольная традиция. Стоит сказать, что пару исключений для игроков все-таки сделали. Во-первых, на поле никто не брал обязательный при работе на пожаре топоры в угоду безопасности. А во-вторых, форменные сапоги уступили место легкой спортивной обуви. В остальном никаких поблажек. Баллоны с сожжатым воздухом и средства защиты органов дыхания тоже не для красоты. Лица нападающих, защитников и вратарей скрыты под масками на протяжении всего игрового времени. А это порядка 20 минут за матч. Впрочем, не похоже, что это особенно мешает игрокам. Друг друга они понимают без слов, а правильные техники дыхания в аппаратах учатся подолгу. Мы иногда в части тренируемся в таком плане, то есть на каких-то занятиях различных. Ну, можно сказать, это не впервой, но все равно впечатления интересные. Все это как бы на уровне соревнований гарнизона, то есть это как бы впервые. Легко и просто верить. Просто команда сыгранная, очень давно уже играет. И поэтому такие успехи у нас. Все равно есть там какие-то точки, где ты не видишь соперника. Очень нужно быстро играть, потому что кутришься под мячом. Спортивный зал пожарной части – это, конечно, не Олд Траффорд и даже не Лужники, но футбольные страсти здесь кипят не хуже, чем на финале Лиги Чемпионов. Все-таки на кону победа в первом в истории Омска фаербольном турнире. В такие моменты не трудно забыть, что все происходящее больше, чем просто игра, а соревнования задумывались как еще один способ тренировки личного состава. В условиях реального пожара газозамозащитник должен оперативно, максимально быстро проводить разведку пожара, найти по возможности, есть ли есть у нас оставшиеся люди в помещениях либо зданиях. И все это требует концентрации. В конце августа, в текущем году, в городе Москва будет проводиться пожарный конгресс. И там будут также такие же соревновательные процессы уже сильнейших команд, так скажем, в системе МЧС России. Загадывать пока рано, но когда такая практика закрепится и в других регионах, руководителям ведомства можно будет задуматься о создании своей футбольной сборной. Люди, которые каждый день готовы идти в огонь, вряд ли испугаются каких-то Роналдо и Месси. Так что результаты должны быть впечатляющими. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова